17 октября 2021 года свой 45-летний юбилей отпраздновал Александр Устюгов, российский актер, режиссер-музыкант. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Отцы и дети», «Годунов», «Союз спасения», «Рикошет» и многих других. А наибольшую популярность ему принес сериал «Ментовские войны», в котором он появился в образе полковника полиции Романа Шилова. Лента понравилась поклонникам сериалов подобного жанра и длилась 11 сезонов. И в данном видео мы поговорим про историю любви актера Александра Устюгова. Отношения с Яниной Соколовской В 2005 году в личной жизни Александра Устюгова случилось радостное событие. Актер и его возлюбленная Янина Соколовская официально стали мужем и женой. Они познакомились еще во время учебы в театральном училище имени Щукина в 1999 году. Однако тогда их отношения не сложились, так как Янина была дочерью обеспеченных родителей. А у Александра финансовые возможности были достаточно ограниченными. К тому же он жил в общежитии. После окончания училища они продолжали общаться и встречаться в театре, где оба служили. Однажды актер понял, что испытывает серьезные чувства к Соколовской. И во всем ей признался, добавив, что хочет от нее детей. После свадьбы семья Устюгова жила в квартире, раньше принадлежавшей родственнику Соколовской. Это обстоятельство тревожило Устюгова, однако возлюбленная уверяла, что это не имеет никакого значения. Но со временем карьера Устюгова стремительно двигалась вверх и материальное положение значительно улучшилось. Но семейная счастье длилась недолго. Уже в 2015 году союз актеров распался. После развода Александр Устюгов принял решение покинуть театр и переехать из столицы в Санкт-Петербург. Отношения с Анной Азар. Об изменениях в личной жизни Александра Устюгова публика заговорила еще тогда, когда он состоял в браке с Соколовской. Актера стали подозревать в романтических отношениях с Анной Азар, с которой он давно был знаком. Брюнетка с привлекательной внешностью дочь Игоря Азара, генерального директора авиахолдинга «Сухое». Она окончила факультет журналистики МГУ. Когда Анна и Александр вместе работали над картиной «Викинг», Устюгов предложил приятельнице помочь ему в съемках клипа для его рок-группы «Экибастус», которую он основал в 2015 году. Вскоре после этого актер и музыкант развелся с первой супругой и перестал скрывать роман с Анной, которая воспитывала дочь от предыдущих отношений. В сентябре того же года влюбленные заключили официальный брак и отправились в романтическое путешествие в столицу Франции. Однако союз оказался непрочным и распался спустя три месяца. Популярному актеру недолго пришлось тосковать в одиночестве. Вскоре после второй неудачи в личной жизни Александра Устюгова ожидала встреча с новой любовью. В одном из баров Санкт-Петербурга актер познакомился с Марией Прохоровой, работавшей в этом же заведении пиар-директором. Новые знакомые сразу нашли много интересных тем для беседы и стали часто созваниваться и встречаться. Стремительно начался роман, и вскоре новая избранница знаменитости получила должность концертного директора музыкального коллектива «Экибастус». Также они с Александром в 2018 году стали совладельцами другого питерского заведения под названием «Карабас Бар». В интервью Прохорова рассказала, что давно мечтала о собственном бизнесе, а отношения с Устюгом подарили ей шанс воплотить планы в жизнь. Вместе они собрали команду, нашли помещение и придумали, как реализовать свои творческие идеи. Мария и Александр много путешествуют и вместе наслаждаются романтическими чувствами. После поездки на фестиваль нашествия появилась информация, что пара там зарегистрировала свои отношения. Однако в 2020 году в личной жизни Александра Устюгова вновь произошли изменения. В сети появились сообщения, что он расстался с Марией Прохоровой, и его сердце опять свободно. Продолжение следует... Продолжение следует...